МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. А это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока в студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Нам 80 жителей и гости Владивостока широко отметили юбилей Приморского края. О том, как проходит празднование 80-летия Приморского края, расскажу я, Евгений Черемухин. Итоги федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подвели в столице Приморья. На сегодняшний день по Владивостокскому городскому округу будут приняты все объекты по программе 2018 года. Новые жильцы, два самца, белоперой, рифовой акулы появились в экспозиции «Мир акул» в Приморском океанариуме. Также выпуски. Единая Россия не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. И еще расскажем. Тепло в дома Владивостокцев начнет поступать в последнюю неделю октября. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Выставка муниципалитетов региона, выступления творческих коллективов, мастер-классы, презентации и фудкорт. Все эти мероприятия вошли в программу празднования дня рождения Приморья. Своё 80-летие край отметил с размахом. С поздравлениями к Приморцам обратился и глава края Олег Кожемяка. Евгений Черемухин продолжит тему. 20 октября Приморскому краю исполнилось 80 лет. Всю неделю в муниципалитетах будут проходить торжественные мероприятия в честь круглой даты. Однако всё сама масштабная и зрелищная выпала на минувшую уекенд. И Владивосток широко отметил праздник – торжественным собранием, где наградили лучших из лучших. Поздравить Приморцев с днём рождения региона решил и новый в Рио губернатор Олег Кожемяка. Торжественные речи звучали со сцены главной культурной «Жемчужины Владивостока» – Мариинского театра. Для всех нас этот праздник является объединяющим. И для тех, кто родился и вырос, и для тех, кто связал свою судьбу с нашим неблагодаренным краем. 80 лет – это всего лишь миг славной истории Примори, которые начали создавать наши предки, первопроходцы, которые осваивали эти дикие безлюдные места. Именно от них у приморцев сформировался особенный характер. Сам Рио, к слову, является коренным приморцем. А кроме красивых речей, глава региона вручил своим землякам памятные награды за достижения в работе и активную гражданскую позицию. Олег Кожемяка подчеркнул, что все достижения и победы Приморского края – это общая заслуга всех его жителей, в том числе и многодетных семей, воспитавших своих детей и приемных. В Приморье готовят закон о бесплатном жилье для семей с пятью и более детьми. Олег Кожемяка заявил об этом на праздновании юбилея края. Глава региона наградил семью Тютюнник, воспитывающую пятерых детей, и сообщил приятную новость. Тем временем на центральной площади Приморской столицы достижения городов и отдельных районов можно было не только увидеть, но даже потрогать. Все 34 муниципальных образования устроили выставку, которая заняла целую улицу. Ее так и назвали – улица Приморского края. Параллельно для гостей мероприятий играла музыка, выступали различные коллективы и ансамбли, а люди фотографировались и делились позитивом. Некоторые из артистов пребывали в полном восторге от праздничной атмосферы, царившей на центральной площади. Праздник чудесный, настроение отличное, мы приехали очень рано, но не устали, нам нравится все, просто замечательно. Замечательная организация, интересно было посмотреть на все округи. Празднование 80-летия Приморского края можно увидеть не только плоды достижения муниципальных районов, но и примерить народные костюмы. В данном случае это костюм народности УДГ, а малой народности Приморского края в Пожарском районе. Гуляния по случаю дня рождения Приморья продолжались до позднего вечера. Соревнование муниципалитетов показало неожиданные результаты. Гран-при взял Шкотовский район. Первое место у Суриска на втором Чугуевский район. Ну а замкнул тройку победителей город Артем. Евгений Черемхин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Улучшение качества жизни в Приморье – это одна из главных задач местной власти. И этого невозможно достичь без современного медицинского обслуживания. Нехватку кадров в Приморском здравоохранении обсудили в студии Радио Лема. В гостях у журналиста Андрея Калачинского специалисты рассказали, как сегодня в крае меняют ситуацию с нехваткой специалистов в больницах и поликлиниках. Как пациенту не оказаться в многомесячной очереди к доктору? И зачем государство тратит средства и силы на образование медика, не собирающегося работать по специальности? Все подробности расскажет моя коллега Светлана Садовая. Более тысячи врачей и такого же количества среднего медперсонала не хватает сегодня Приморскому здравоохранению. То есть почти 30% кадрового состава больницы-поликлиник. О выходе из этого непростого положения говорили в студию «Радио Лема». В гостях у журналиста Андрея Калачинского главный врач Владивостокской детской поликлиники номер 5 Александра Горшкова и начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ольга Механцева. Находкинская городская больница. Я хотела сейчас пример привезти. 126 врачей не хватает, потому что им свежие данные. Усферийская центральная городская больница. 60 врачей. И даже в городе Владивостоке станция скорой медицинской помощи 94 врача. Не секрет, что после окончания медицинских вузов выпускники зачастую идут работать не в государственные медицинские учреждения, а в частные клиники, а также фармацевтический и косметологический бизнес. И такая ситуация не только в Приморье. К сожалению, да, мы подошли к той черте, когда даже при неплохой окомплектованности, я не зря сказала про средний возраст врача. 54 года? 54-57 лет, это средняя цифра по краю. То есть мы можем, если не предпринять сейчас таких беспрецедентных мер, быстрых. Решительных, революционных, важных. То мы, можно сказать, уже завтра можем прийти в пустую поликлинику. Заработная плата молодого специалиста-врача сегодня может доходить даже до 60 тысяч рублей. Но для этого придется совмещать сразу несколько ставок. Как говорится, на ставку есть нечего, на две – некогда. Чтобы изменить ситуацию, уже предложено даже тем указом президента майского номер 204, где расписано очень подробно все стратегическое назначение здравоохранения и что нужно сделать. И в соответствии с этим указом разработаны национальные проекты. Сначала они были федеральные разработаны, спущены нам, на основании которых мы разработали свои национальные проекты. И я считаю, что основной национальный проект – это развитие кадрового потенциала. Уже сегодня в крае вырабатывают законодательные инициативы для улучшения ситуации в здравоохранении. По поручению главы региона Олега Кожемяка, в течение ближайших трех лет произойдет укрепление материально-технической базы детских поликлиник. Здесь заменят все аналоговое оборудование на цифровое. Кроме того, по социальной программе молодых специалистов планируется обеспечить жильем. Сейчас обсуждают варианты – будет ли это компенсация аренды, льготная ипотека или обеспечение служебными квартирами. Также у молодых врачей должна быть достойная заработная плата без совмещения ставок. Только тогда в крае станет больше узких специалистов. До конца 2019 года, уверяют специалисты здравоохранения, в Приморье не останется населенных пунктов без ФАПов, расположенных в пешей доступности и оснащенных всем необходимым для оказания первичной и экстренной медико-санитарной помощи. Кроме того, организуют передвижные медицинские комплексы для сел, где проживает менее сотни человек. Особым достижением считают медики. Значительное снижение показателей детской смертности в крае за последние четыре года, которые стали возможны после тщательного ведения беременных женщин с патологией, выхаживания маловестных деток и охвата детей первичной медпомощью. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Цена на нефтепродукты, которые реализуются через автозаправки «Роснефть», будет стабильной. Данное предложение главы Приморья Олега Кожемяка поддержал главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании Игорь Сечин на встрече в Москве. На данный момент в Приморском крае сложился дефицит по всем видам нефтепродуктов. Сельскохозяйственные компании, а также компании, ведущие строительство федеральной трассы, из-за отсутствия дизельного топлива вынуждены остановить работы. Независимые АЗС Приморья продолжают нести убытки из-за диспаритета оптовых и розничных цен. Олег Кожемяка провел встречу с руководством компании «Роснефть», где был рассмотрен вопрос о поддержании стабильности цен на нефтепродукты. У нас прошла встреча с руководством «Роснефти» во главе с Игорем Ивановичем Сечиным, на которой были рассмотрены несколько вопросов, касающиеся непосредственно перспектив строительства крупного судоремонтного комплекса в «Большом камне», строительства жилья, социальных объектов, стабилизации цены на существующую номенклатуру нефтепродуктов, которая сегодня реализуется через заправочные станции, принадлежащие «Роснефти» и руководство «Роснефти». Игорь Иванович заверил, что на эту номенклатуру, которая сегодня реализуется в розничной сети, цена будет застабилизирована. Безусловно, это очень важно для всех автолюбителей. Главная задача, которую сегодня мы решали, это вопросы, связанные в том числе и поставки топлива в «Роснефти» «Примтеплоэнерго» с рассрочками, с теми предложениями, которые позволяют региону гибко работать и проходить отопительный сезон. Сегодня «Роснефть» является поставщиком в систему «Примтеплоэнерго» энергоносителей. А тем временем стало известно, что «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. Об этом заявила Людмила Толобаева, которая в данный момент возглавляет региональное отделение «Единой России». Она отметила, что Олег Кожемяка, который идет на выборы с самовыдвиженцем, всегда может рассчитывать на помощь партии. Региональное отделение ЛДПР проведет конференцию, где выдвинуть своего кандидата на выборы главы Приморья 26 октября. Приморские «Справедливороссы» отложили партийную конференцию, на которой будет решаться вопрос о выдвижении кандидата на выборы губернатора края до 27-28 октября. КПРФ планирует выдвинуть свою кандидатуру на повторных выборы в Приморье в ближайшие две недели. Напомним, повторные выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. К другим темам стали известны даты проведения 5-го Восточного экономического форума. Мероприятие пройдет с 4 по 6 сентября следующего года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Стоит отметить, что ВЭФ-2018 стал рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую практическую результативность. Эксперты уверены, что в будущем году юбилейный форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР. Другим темам. Почти пять сотен нарушений миграционного законодательства выявлены в ходе проведения второго этапа операции «Нелегал-2018». Полицейские проверили 669 мест пребывания иностранцев, в том числе 188 объектов временного проживания, 71 строительную площадку, 224 объекта сферы услуг и рынков, 8 сельского хозяйства, 11 лесной отрасли, 175 транспортной инфраструктуры. 24 иностранца, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, помещены в Центр временного содержания. Они будут выдворены из страны принудительно. Выявлены 349 фактов нарушения правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации и 133 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности. За фиктивную регистрацию иностранных граждан возбуждены 14 уголовных дел. Российское законодательство за фиктивную постановку иностранцев на регистрационный учет предусматривает наказание от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. К слову, в прошлом году за два этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» было выявлено 916 административных правонарушений в сфере миграции. В текущем году 1056 правонарушений. Отметим, что за совершение административных правонарушений в сфере миграции в этом году в Приморье на иностранных граждан наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. В Приморье за минувшие выходные ликвидировали шесть лесных пожаров. К тушению привлекались более 50 человек и 10 единиц техники. Два пожара потушены в Пожарском районе, по одному в Чугуевском, Красноармейском, Дальнереченском районах. Еще один пожар ликвидировали на территории Владивостокского городского округа в сад городском лесничестве. Последний стал причиной задымленности воздуха в приморской столице. С утра горожане, спешащие на работу, заметили в атмосфере скопление дыма, стелющегося над бухтой Золотой Рог. В Приморье продолжается авиапатрулирование лесных участков. По данным на утро понедельника, 22 октября, на территории края выявлены 22 тепловые аномалии. Напомню, в этом году дополнительные 50 миллионов рублей из краевого бюджета добавлены на профилактику лесных пожаров, тушения, возгорания лесных участков. Для подготовки к осеннему пожароопасному периоду в Приморье на сегодняшний день построено более 128 километров дорог противопожарного назначения, что на 150% больше годового плана. Реконструировано более 300 километров дорог противопожарного назначения. Устроено почти 360 километров противопожарных минерализированных полос. Резонансное ДТП произошло во Владивостоке накануне в районе торгового центра на Седанке. Мчавшийся по трассе «Лексус» зацепил несколько автомобилей и врезался в бетонное дорожное ограждение. Участников аварии, которые пытались скрыться с места ДТП, задержала полиция. Пробка из Владивостока начиналась уже на второй речке. Около 13 часов пострадавшие в аварии машины убрали с проезжей части. А тем временем полиция в Приморье проводит проверку по факту дорожной аварии, в которой погибли 3 человека, в том числе 10-месячный ребенок. Авария произошла в районе 717-го километра трассы Хабаровск-Владивосток в Надежненском районе. По предварительным данным, 24-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota Townace. В результате автоаварии погибла семья из Дальнереченского района. 36-летний водитель микроавтобуса, пассажиры, 26-летняя женщина и 10-месячный мальчик. Водитель внедорожника госпитализирован с тяжелыми травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Тепло в дома Владивостокцев начнет поступать с 25 октября. Необычное видео с хозяином Уссурийской тайги появилось в социальных сетях. Болельщики Приморского луча померились своими футбольными навыками. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Тепло в дома Владивостокцев начнет поступать с 25 октября. Необычное видео с хозяином Уссурийской тайги появилось в социальных сетях. Болельщики Приморского луча померились своими футбольными навыками. Итоги федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подвели во Владивостоке. Эта программа за текущий год успела затронуть десяток проблемных улиц. Благодаря БКД в нескольких районах города не только обновились дороги, но и заиграли новыми красками прилегающие территории. О том, чем отметился проект в этом году, подробно расскажет Максим Яковлев. Один из центральных федеральных проектов «Безопасные и качественные дороги» работал и радовал горожан весь этот год. За средства программы были отремонтированы 10 важных дорожных участков Владивостока. И вот настало время услышать вердикт межрегиональной дирекции. На сегодняшний день по Владивостокскому городскому округу будут приняты все объекты по программе 2018 года. Также будут выделяться федеральные деньги. Такие деньги даст федеральный бюджет. Не каждая администрация имеет. Но вот Владивосток, конечно, ему почастливы. За счет этого облагораживаются и дороги наши, улицы. Ну и все для жителей края Владивостока. Бестужево, Светландская, Комарова, Адмирала Кузнецова, Карьерная и другие дороги буквально полностью обновились. Здесь появились благоустроенные тротуары, новые остановочные павильоны и бордюры, а также качественное покрытие проезжей части. К слову, проезду транспорта теперь помогают также новые знаки и свежая разметка. Были заменены бортовые камни на всей протяженности данных объектов. Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» второй год в столице Приморья решается задача приведения дорог к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию. Отсюда, как следствие, увеличение пропускной способности улиц, повышение интенсивности движения, обеспечение необходимого уровня безопасности. Достаточно взглянуть на статистику. Например, в прошлом году доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляла 29%. В этом году этот показатель возрос почти до 40%. Вложены лежащие полицейские, отремонтированы автобусные остановки, выведен также профиль поперечный продольный, сделаны куветные, тщательные водоотведения, поэтому очень грамотный объект. В настоящее время специалисты формируют итоговый перечень улиц, которые войдут в программу БКД 2019 года. В проект будут включены и улицы «Лидеры голосования», в котором приняли участие почти 7 тысяч горожан. Это улицы Вилково, Шкотовская, Добровольского, Луговая, Воропаева, Капитана Шефнера и другие. Максим Яковлев, Новости на Восьмом. Отопительный период 2018-2019 годов во Владивостоке стартует 25 октября. Как сообщили в Управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса, в первую очередь тепло поступит на объекты образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения. Тем временем объекты соцкультбыта готовы к началу утопительного периода на 100%. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, обороны Энерго и дальневосточной распределительной сетевой компании. Подготовку внутридомовых коммуникаций, жилых зданий к отопительному сезону ведут управляющие организации. Во всех котельных городах, включая островные территории, топливо заготовлено в необходимых объемах. Напомню, во Владивостоке отопительный сезон обычно начинается при условии установления среднесуточной температуры ниже плюс 8 градусов, не позднее пяти дней после снижения температуры до данной отметки. В Государственной жилищной инспекции Приморского края региона открыта горячая линия, на которую можно сообщить об отсутствии тепла в квартирах. Специалисты ведомства обращают внимание приморцев на то, что в случае возникновения проблем с отоплением, вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и муниципалитетов. Тем временем зима уже на пороге. В понедельник в Приморском крае еще продолжалось бабье лето, однако уже ближайшей ночью погода испортится. Край станет затягивать облачность фронтальных разделов, сообщает Примгидромет. По прогнозам синоптиков, во вторник во Владивостоке и на юге края пройдут грозовые дожди, которые будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Далее, с прохождением фронта с запада на восток дожди распространятся по всему краю. Фон температуры воздуха повсеместно понизится. Однако основное ухудшение погоды, по информации метеорологов, ожидается к концу нынешней недели с выходом активного южного циклона. За дождем вполне вероятен и мокрый снег, особенно на перевалах. В тыл этому циклону сначала на территорию Китая и Кореи, затем на территорию Приморья будет вторгаться холодная воздушная масса арктического происхождения. Уже в предстоящие выходные, 27 и 28 октября, температура воздуха в нижней тропосфере над югом Приморья может понизиться до минус 6 градусов. В воскресенье снег может наблюдаться на большей части края. Не исключено, что в самом конце месяца на Приморский край выйдет еще один активный циклон. Как отметил главный синоптик края Борис Кубай, вслед за приличными дождями может пойти и приличный снег. Вполне вероятно, что к концу месяца снегом будет покрыта большая часть края. Борис Кубай порекомендовал всем жителям Приморья подготовить зимнюю одежду и обувь, автомобилистам в течение недели сменить резину на зимнюю. Он отметил, что поездки под краю через перевалы на следующей неделе на летней резине могут быть опасными. А тем временем необычное видео с хозяином уссурийской тайги появилось в социальных сетях. Туристы запечатлели тигра на каменистом берегу реки Бикин в Тернейском районе Приморского края. Кстати, красота и невозмутимость хозяина тайги восхитила не только снимавших видеоролик, но и многих пользователей популярных соцсетей. Свои эмоции они выразили в комментариях, среди которых были такие «Ну а что, решил позагорать?» или «Прелесть, тигруша-красавец». Некоторые пользователи выразили обеспокоенность поведением хищника. Например, некоторым показалось, что у тигра проблемы – он или больной, или раненый. В любом случае, равнодушных не было. Будем следить за развитием событий. Не исключено появление новых видео и комментариев. И еще новости из мира природы. Двух самцов – белоперой рифовой акулы – перевезли из научно-адаптационного корпуса Приморского океанариума в главный и поместили в экспозицию «Мир акул». Как обживаются хищники на новом месте, расскажем в нашем следующем сюжете. На двух опасных хищников в Приморском океанариуме стало больше. Белоперые акулы перебрались в аквариум со скатами. Им еще предстоит поделить место под рифами. Скажем так, не очень дружелюбные. Это тоже акулы и скаты. Но эти акулы ведут достаточно пещерный образ жизни. Для них здесь есть своя пещера. Им, правда, предстоит отстоять ее у скатов. Но они приживутся здесь и будут чувствовать себя, я надеюсь, очень хорошо. Белоперые акулы – ночные хищники. Благодаря тонкому и гибкому телу они могут забираться в узкие щели и трещины рифа, извлекая добычу, недоступную для других хищников. В охотничьем азарте они способны выламывать куски кораллов, не оставляя жертве ни единого шанса. Я надеюсь, что они вымерут вот это вот место. Они очень идеально подходят, то есть на глаза прямо открытые для посетителей. И, кроме того, следует участие. Два года их кормили только в немное время. То есть мы стараемся сдвинуть естественный биологический рифм всех животных так, чтобы это было удобно посетителям. Характерная особенность белоперой акулы – окрашенные в белый цвет кончики спинова и хвостового плавников. Им не нужно плавать, чтобы дышать. Напротив, они могут на протяжении долгого времени оставаться совершенно неподвижными. В научно-адаптационном корпусе океанариума белоперы и акулы содержались с сентября 2016 года. За это время они подросли. Размер одного из самцов достиг 180 сантиметров, другого – 110. С учетом того, что мир акул соединяется с большим рифом, где содержится много костных рыб, которыми хищники питаются в природе, работники океанариума усилили заграждение в аквариуме и установили дополнительные решетки. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Далее о спорте. Болельщики «Приморского луча» померялись своими футбольными навыками. Во Владивостоке прошел традиционный кубок фанатов этой команды. 16 команд боролись на мини-футбольных участках. Свои силы на поле попробовали как юные горожане, так и ветераны спорта. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Каждый раз, когда во Владивостоке проходит футбольный матч с участием «Приморского луча», то и дело слышны этакие профессиональные советы от фанатов на трибунах. Болельщики всегда считают, что выпусти их на поле – игра сразу пойдет в гору. Благо, последние несколько лет все это можно проверить на деле. В «Приморской столице» на днях прошел традиционный кубок болельщиков «Луча», в котором сошлись около сотни футболистов. Многих знаем в лицо, это наши старые болельщики. Как бы у нас, если вы видели заявочный конкурс, когда был, даже не заявочный конкурс, а когда заявку подавали, надо было сделать селфи со стадиона. И вот практически команды присылали, там, как они находятся. Кто успел последний играть с «Авангардом», кто старые фотографии присылал. В этом плане каких-то моментов нет. Со многими мы еще ездили лет 10-15 назад на выезды в «Находку», там, в Хабаровск. В этом году футбольному клубу «Луч» стукнуло 60 лет. За эти годы команда успела набрать себе тысячи фанатов самого разного возраста. Кто-то смотрит матчи редко, пару раз в год, а кто-то – преданный болельщик с детства. Но здесь, на поле, это уже не важно. Бьешься за себя и за свой коллектив, которых, кстати, в этот раз собралось целых 16. Ну, это очередной турнир, в котором хотелось бы уже закрыть сезон игры на улице. Ну, и, скорее всего, уже перейдем в зал. Профессионально не занимался за деньги. А так, в принципе, медали целая гора всяких. Групповой этап, плей-офф, финал – все это на мини-футбольных участках в борьбе 5 на 5. Видно, что некоторые игроки отнюдь не новички в этом виде спорта. За долгие годы этого турнира здесь уже появились даже местные звезды и частые фавориты. Именно в этом турнире участвуем именно этой же команде уже второй раз. По крайней мере, я играю второй раз. В прошлом году мы заняли первое место. В этом году поменяли немножко состав. Ну, и решили еще раз попробовать свои силы. А так ребята уже, наверное, раз в четвертый играют. К слову, победителем турнира по итогу стала именно эта небезызвестная команда. Фантом в финале смог разгромить соперников со счетом 6-0. Вторую строчку занял коллектив «Зоркий». Ну, а замкнула тройку призеров студенческая команда «Тигры». Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В 80-летие Приморского края широко отметили жители и гости Владивостока. Для гостей праздника была подготовлена насыщенная концертная программа и выставка улицы Приморского края. Цена на нефтепродукты, которые реализуются через автозаправки «Роснефть», будет стабильной. Данное предложение главы Приморья Олега Хожемяков поддержал главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании Игорь Сечин. Итоги федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подвели во Владивостоке. Благодаря программе в некоторых районах города не только обновились дороги, но и заиграли новыми красками прилегающие территории. Тепло в дома Владивостокцев начнет поступать с 25 октября. Во всех отельных городах, включая островные территории, топливо заготовлено в необходимых объемах. Два самца – белоперой рифовой акулы – появились в экспозиции «Мир акул» в Приморском океанариуме. Серьезное ухудшение погоды ожидается к концу нынешней недели. Вполне вероятно, что к концу месяца снегом будет покрыта большая часть края. А на сегодня это все. Есть что добавить – заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции – 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу – мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Выставка экологических плакатов, которые нарисовали школьники регионов Северо-Восточной Азии, открылась во Владивостоке во Дворце детского творчества на Океанском проспекте 43. Экспозиция посвящена Международному экологическому форуму «Природа без границ». Ее цель – привлечение внимания школьников к проблемам сохранения окружающей среды и воспитания бережного отношения к природе. Авторы плакатов – школьники Приморья, Хабаровского края, Томской области, а также Кореи, Китай и Японии. Работать выставка будет до 15 ноября. Ну а мы посмотрим на плакаты прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на Восьмом. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»